Нихао. В прошлом выпуске я говорил, что я предприниматель и занимаюсь двумя направлениями строительным и youtube. В youtube мы создаем каналы под ключ и этот выпуск будет интересен тем, кому интересен youtube. То есть мы сегодня поедем снимать и показывать как мы снимаем youtube выпуск. youtube выпуск будет снят для нашего клиента, которого мы снимаем уже на протяжении последнего года. Сняли ему порядка 15 выпусков. Выпуск вкусный. Почему вкусный? Потому что мы там постоянно готовим много мяса, очень много вкусного мяса. Американская премиальная говядина это просто божественно. Я после этого начал разбираться в мясе и в стейк. Не только о мясе, там в принципе кулинарный канал, но большинство выпуска сняты о мясе. Поэтому это очень вкусные съемки. И снова приветствуем вас на нашем канале. Прекрасный шеф-ковар Виктор Тимчишин. Салат, паста и осьминога. Я раздавлю. Как отличить мальчика с нового девочки? У мальчика девять щупалец. Да ты что? У мальчика девять щупалец. И мне кажется ты до сих пор не подписался. Поэтому нажми на кнопочку подписаться, нажми на колокольчик, для того, чтобы тебе приходили уведомления о новых выпусках. Такие правила, искусственный интеллект, никуда от этого не уйдем. Поэтому, кстати, насчет ютуба. Вы знали, что ютуб считывает даже как вы двигаете глазами, когда вы смотрите этот выпуск. Поэтому опусти глаза ниже, ниже. Нажми на кнопку подписаться и поехали смотреть, как мы собираемся и что мы с собой берем, когда снимаем выпуск. Это наша небольшая студия. Здесь мы записываем разных, разные обзоры. Разные обзоры в основном для интернет-магазинов. Сейчас в этой сумке я заберу освещение. Здесь сложное освещение. Все, что с этим связано. Такие стойки со стенда мы уже погрузили моему оператору в машину. Поэтому мне это тащить не надо. Я заберу небольшой остаток света. Это комната режиссеров монтажа. Здесь я заберу петлички, заберу камеры, заберу маленький свет, всякие приспособления. Это стедикам сложенный. В общем, мне вот это осталось погрузить в машину. И осталось только выехать на съемки. Кстати, забыл сказать. Хотел похвастаться. Так как я люблю яхтинг, меня в инстаграме начал преследовать аккаунт с яхтинными штучками. Я себе вчера заказал и мне уже привезли вот такую небольшую яхточку. Почему нужен ютуб канал? Вообще, почему он нужен любому бизнесу? Начиная с маленького, заканчивая большим, большой корпорацией и так далее. Сегодня я познакомлю вас с моим заказчиком Сергеем. У него компания, которая занимается поставкой американской премиальной говядины. И для того, чтобы поднять свою экспертность, поднять свою узнаваемость своей компании, своего бренда, он завел ютуб канал. Ютуб канал о мясе, о кулинарный канал. Он снимает с шеф-поварами, одними из самых лучших шеф-поваров в одних из самых лучших ресторанов Киева, на их кухне. Показывает, как приготовить тот или иной стейк. Очень классный контент. И вообще, ютуб канал необходим любому бизнесу. Начинает маленького интернет-магазина для того, чтобы делать там обзоры на свои продукты, тем самым повышая доверие к своей компании, у клиента потенциального. Это функция, которой ты помогаешь своему клиенту. Если ты ему помогаешь, то он к тебе становится намного лояльнее. Где народ? Подъезжают. Здрасте. Привет. Странная локация, если честно. Первый раз мы такое снимаем для этого кулинарного выпуска. Обычно в ресторанах снимаем. А много нести? Да. Мы, конечно, поможем, но никак не получится. Тут две машины и оборудование. Йохан и Бобар. А что ты столько набрал? Как обычно. Да. Не, ну у нас здесь мы арендуем просто кухню. А, вы здесь готовите? Фабрика кухня. Ну, сейчас она скорее как скот. Оператор приехал. Как всегда, опаздывает. Как всегда, черепаха. 12.03. 12.03. Люди, видишь, стоят, мерзнут. Ждут тебя, помочь хотят. Да ладно. Я сам спрашиваю. Ты же говорил, что сам все перенесешь? Давай, давай. Слушай, конечно. Давай. Изи. Вот такая кухня. Сейчас начинаем расстановку оборудования. Вот это все освещение, софтбоксы, которые будут ставиться. Вот эту зону мы сейчас будем снимать. Юра уже настраивает лампу. Расчекляемся. Расчекляйся, Юра. Расчекляйся. Мясо сегодня не есть. Почему? Ну, что я опоздал. Нет, нет. Правило до 5 минут. Я успел. Все, освещение поставлено. Готово все к съемке. Сергей. Поздоровайтесь. Добрый день. Добрый день. Сергей, скажите. И снова здравствуйте. Скажите, а зачем вам это, зачем вам YouTube канал, для чего вы снимаете? Ну, как для чего? Хочется свою рожу увековечить. А если серьезно? А если серьезно, если серьезно. Мы хотели бы продвинуть культуру стейков еще больше. Она, тем не менее, развивается. Но с нашей помощью, в том числе, я думаю, что вот этот YouTube канал и эти ролики, это такой вклад в развитие стейков, говяжьей культуры в Украине. Ну, такая миссия. Популяризация культуры стейков. Да, популяризация культуры стейков. Спасибо, Сергей, это и я. Да. Илья. Здравствуйте. Здравствуйте. Это шеф-повар ресторана. Виски Корнер. Виски Корнер. Корнер. Корнер, да. Он сегодня будет главный по стейкам. Так что одевает перчатки. Конечно, все должно быть чистенько, стерильненько. Все, мы готовы к съемкам. Ну, снова здравствуйте. Наш проводник в мире вкусного мяса сегодня, Илья Ульянов. Идемте, покажу небольшой бэкстейдж, как снимается этот ролик, как жарят мясо, самое вкусное. Я рекомендую качественным мясом наслаждаться в чистом вкусе. Я не могу это больше смотреть и терпеть. Я рекомендую на колонне, еще не успел сказать, упрорачиваясь. Снимаем второй выпуск и второй стейк. Стейк Тибон. Тибон, да? Тибон, да. Тибон. Он еще аппетитнее выглядит. Ладно. Нет. Нечеловеческие усилия. И условия. Нет, условия как раз человеческие. Условия человеческие. Усилия не человеческие. Единственный минус. Вот это все, теперь надо собрать обратно. Саш, собирай. Все, съемки мы закончили. Оператор доносит оборудование в машину. Его действительно много обычно привозим. На таких съемках я обхожусь одним-двумя операторами. Естественно, я тоже приезжаю, стараюсь приезжать как минимум на съемки для того, чтобы... Ну, мне это интересно как минимум. Чем я хочу подрезюмировать этот выпуск? Тем, что... Ну, во-первых, подписывайтесь. Во-вторых, тем, что YouTube-канал необходим для любого бизнеса. Начинайте. Начинайте снимать. Чем бы ты ни занимался. Это всегда будет полезно для твоего бизнеса. Познакомиться. До новых встреч. Счастливо. Счастливо. Пока. С вами был класс. Приятно было, интересно. Взаимно. Это ладно. Давай. Все, Ёжик, пока. Пока, Саша. Блогер. Блогер Александр. 1B-студия. Подписывайтесь на канал. Скоро много нового. Ну, Александр вам все расскажет. Покажет. Вкусно было? Шикарно. Особенно первый стейк альтернативный. Да. Оно. Второй так чуть. Попилявший. Все, пока. Давай. Единственный минус от таких съемок, то, что ты потом едешь и тебе же тяжело дышать. Они хоть и вкусные, но тяжелые. Покажет. Покажет. Это бнязг нас. Оноナ Julie эго. Оно. Машеч. Посノически. Машеч… Машеч. noon. Машеч. Продолжение следует...